Жители Петропавловки выступили против местного центра реабилитации для наркозависимых. Причиной конфликта стал слив отходов жизнедеятельности и источных вод в Петропавловскую протоку. Репортаж Любови Краснослободцевой. Вот труба прикрыта соломкой, дальше вот кучка снега насыпана, ну и пошел, да, слив его в принципе видно. Чуть дальше, вот еще пойдемте. Ледяная горка из воды сомнительного происхождения ведет прямо к Петропавловской протоке. Жители села утверждают, всю зиму они вынуждены дышать зловониями, которые источают наледь. А источник смрада – центр реабилитации для наркозависимых. Это несколько строений за высоким забором. Вот не справляются у них те трубы, которые у них есть в хозяйстве. И вот что получается, вот посмотрите, что дальше там. По версии жителей из реабилитационного центра, в котором могут проживать более 20 человек, сливаются в протоку отходы жизнедеятельности. Отсюда и запах. Да, это туалет, натуральный туалет. Два русла получилось. Одно русло там, одно русло через 20 метров, другое. Это караул, натуральный караул. По словам сельчан, наладить диалог с руководством учреждения они не могут. Но когда в село приехала съемочная группа, очная встреча состоялась. К жителям села вышла учредитель центра реабилитации Лариса Михайловская. Приезжал сюда замминистра социальной службы. Тоже пообещал нам, что такого больше не будет. Но через два дня ровно они опять сливали так, что мне соседи звонят, говорят, что там течет реку. Приезжал замминистра социального развития, который не ведает этими вопросами. Этими вопросами уже в приезд замминистра занимался Росприроднадзор. Руководитель центра утверждает, что туалетные воды в протоку не попадают. Для этого имеется шамбо. Все жидкости достаточно чистые, а неприятный запах может доноситься из кухни. Ребята могут по желанию обливаться в течение утра. И вот отсюда тоже вода течет. Вот видите, здесь бочки стоят. И ребята обливаются, тут закаляются. В ходе встречи выяснилось, что о проблем источных вод знают в Росприроднадзоре. Ведомство уже наказало руководство реабилитационного центра. Пока предупреждением. Но обязало ликвидировать сток из бани. У нас это течет из бани. Это сточные воды из бани. Но тем не менее, вы понимаете, там все равно и щелочь, мыло и все остальное. И смотрите, на сегодняшний день мы ведем переговоры о том, что когда вот это все уберется, ребята все это уберут, будет вкапано шампу какого-то нового поколения. Начать уборку наледи сотрудники реабилитационного центра планируют на следующей неделе. А жители села надеются, что ситуация разрешится к 10 марта. На этом месте люди собираются широко праздновать Масленицу. Любовь Краснослободцева, Константин Пестерев, Телеканал Губерния.